Продолжение следует... 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 сейчас проблема. Хотя я считаю, что это все на самом деле преувеличено. Это не более чем разновидность гриппа. И каждый сезон, там, весной и осенью многие болеют гриппом. Ну, а сейчас коронавирус. Ну, и поэтому, поскольку я в зоне риска, мне скоро, вот через 10 дней, ну, через неделю с небольшим столкнет 71 год, ну, я решил какое-то время побыть, ну, наедине, так скажем. Хотя я общаюсь с людьми, безусловно. Ну, просто ограничиваю контакты, и есть возможность тогда поговорить. Подвести какие-то итоги. Ведь многое из того, что мы сейчас делаем, я-то придумал всего на рыбалке когда-то. Коронавирус-то тоже не нам, как говорится, карты спутал. Потому что мы работаем, в первую очередь, по адресным проектам в Эмиратах, объемных Арабских Эмиратах. Сейчас страна закрыта для въезда. Сейчас даже Дубай закрыли для въезда там внутри страны. И нельзя, например, с Дубая в шажу приехать, или шажи в Дубай. А именно в том регионе мы работаем сейчас. Потом тоже, ну, работы в какой-то мере тормознулись. Ну, не остановились полностью, но тормознулись. Это тоже путает. Ну, и требует больше времени, больше усилий больших. В то время, когда инвестиции упали, инвестирование. Ну, тем не менее, все это решаемо. Работы ведутся на удаление. И мы, ну, по графику движемся к адресным проектам. В этом году однозначно будет проект, несмотря на трудности. И идет финансирование по этим проектам. Ну, кроме того, сейчас у нас достаточно большой коллектив. Около тысячи человек, инженерного персонала. Ну, многим непонятно, зачем такой большой коллектив. Поэтому хотелось бы немножко сказать, почему это. Для того, чтобы что-то придумать, разработать какие-то программки, может достаточно десятка ноутбуков и десятка человек, которые будут эти программы делать. Ну, для того, чтобы реализовать транспортно-инфраструктурную отрасль, то можно представить, сколько проблем надо решить. И технических, и экономических, и социальных даже. Ну, вот как вот создать, допустим, железнодорожную отрасль или авиационную отрасль, или автомобилестроительную отрасль. Тут десяткам ноутбуков и десяткам человек не боюсь. Даже тысячи человек – это ни о чем. Это очень мало для этого. Потому что мы это делаем не просто, ну, взять, допустим, автомобилестроение. Что к автомобилестроению? Все понимают, что это автомобиль. Ну, как, подождите, а он же должен ехать по дорогам? Как автомобиль без дорог? Ну, нам мосты нужны, путепроводы. Ну, у нас должны гаражи быть, станции, вокзалы, инфраструктура и много-много чего другого. А вот что такое автомобиль на отрасль. И поэтому, когда Ирон Мастер сделал свой Тесла электромобиль, то это несложная задача. Тем более автомобиль выпускается уже 150 лет. Сделать модель номер 10000 первую – это не так уж сложно. А первые электромобили были уже в середине 19 века. Поэтому немножко там что-то поменял, добавил и добавил современности, и электромобиль готов. Поэтому этот бизнес, ну, легче организовать. Тем не менее, он начал Тесла, ну, с электромобиль Тесла, ну, 10 лет назад эта программа началась. А на первом, вот, это место, где мы, собственно, работаем в Экотехнопарке, показываем, что такое Скайвей, еще 5 лет этого места. Ну, его не было 5 лет назад. Так. Это были только первые шаги. И это именно как отрасль, потому что мы параллельно с подвижным составом, а он не грузовой и пассажирский. И низкоскоростной, и скоростной, и высокоскоростной, и даже гиперскоростной. Это же отрасль. Мы должны проектировать, изготавливать и испытывать путевые структуры. А это принципиально новые путевые структуры. Даже у нас колесо-рельс, вот, контакт, да, колесо-рельс, он другой, чем на железной дороге. У нас другие рельсы, у нас другие колеса, потому что у нас нет колесных пар. Нет конуса на колесе, нет гребня, который стучит, и все поезда идут по синусоиде. Тук-тук, 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 все поезда. Таким образом, они, дорожники, решили проблему, как, ну, двигаться прямолинейно, чтобы было саморегулирование направления движения. Зачем тут колесная пара и конусовные колеса? У нас нет этого решения. Значит, нам надо искать свои пути, как обеспечить ровность движения и плавность хода. Мы не можем поставить на путевую же дорожную рельс. Вот мы видим, я вижу перед собой, полужесткую путевую структуру. Вот посмотрите на высоту рельса. Там рельс, это прямоугольная труба, стальная, высотой 12 сантиметров. Вот. Ну, видно, что она очень невысока, да? Или взять рельс Р-65 или там Р-75, дорожный рельс, который повыше, и положить на эти же пролеты, на эти же опоры, он сломается под собственным весом. Он не то, что нагрузку не будет держать, он своего веса рельс не выдержит, потому что он работает на изгиб. А в балочных конструкциях важно соотношение длины пролета и высоты балки. В общем, из-за строения известно, что соотношение где-то, ну, 1,20-1,25, еще балка работает. Но 1,50 уже не работает. Уже она слишком хлипкая получается, слишком эластичная. Поэтому, если взять даже один, там, 50, хотя уже балки не будут, а здесь пролет 48 метров, то балочная конструкция должна иметь высоту рельса, ну, балки, метр, а у нас 12 сантиметров. Ну, наверное, понятно, что это что-то другое, это не балка. Это так называемая, так называемая жесткая нить, если говорить языком сопромата. Здесь понятие балка, то, о чем я сказал, здесь понятие нить. Это вот ниточка, там, леска, веревка, она гибкая, не имеет изгибной жесткости. А есть еще промежуточное решение, когда есть натяжение, у конструкции есть некая изгибная жесткость. Это так называемая жесткая нить. Вот здесь врезована вот эта жесткая нить. Она требует своих расчетов, своего анализа, подбора конструктивных элементов, создания расчетных схем своих, подбор материалов и много-много других задач нужно решить, чтобы это все стояло и стояло не просто один-два года, а сто лет. Поэтому нам надо эти тоже задачи решать. У нас опоры другие. Верх опоры закреплен на путевой структуре. Она непрерывная, неразрезная. В мостах, например, там опора по-другому работает. Она заделана в основании, а вверх, палка лежит, вверх может перемещаться. Это так называемое консольное закрепление опор. Для того, чтобы такая опора не упала, ее надо делать очень мощно. Но если вверх опоры закрепить, вот как у нас струнным листом она закрепится, то несущая способность опоры повышается в восемь раз. Это опять же сопромат. Поэтому изменение решения по путевой, по эстакаде, она коснулась и опор. Они стали другими. Это тоже надо будет разработать, проектировать. И тело опоры, и крепежные узлы, и фундаменты, все стало другим. И нависит еще анкерные опоры. В мостах их нет, анкерных опор. А усилие можно достигать в опору двух и даже трех тысяч тонн. В связи с того, какие будут нагрузки планированные. Чем больше нагрузка, ну, вес транспортного средства, допустим, Unicom, это машина для перевозки контейнеров морских, весом до 35 тонн. Такая машина будет весить 50-52 тонны. Естественно, чтобы держать такую нагрузку, надо, ну, больше натяжения струн. Может быть, там, в двухпутной трассе, там, до 4-5 тысяч тонн натяжения может быть. Поэтому анкерные опоры должны держать такие газотальные нагрузки. Причем это не просто нагрузка. Это же у нас идет, ну, питание транспортного средства идет от рельсов. Потому что у нас электрические машины, электромобили на остальных колесах. Поэтому лучше, когда нет контактной сети. Потому что контактная сеть, вот, рельсовно, это большие проблемы. Она колеблется, там очень большие мощные токи, она горит, контактная сеть, изнашивается. И на высоких скоростях движения – это одна из основных проблем у железнодорожников. Как снять ток большей мощности – это тысячи, даже десятки тысяч киловатт с контактной сети. Поэтому мы отказались от традиционных контактной сети, электропитание идет от рельса через колеса. Значит, левый и правый рельс должны быть изолированы. Не только друг от друга, но и от опор промежуточных и анкерных. А если взять колею, ну, колею взять, допустим, подвесных наших систем, рельсовых, где расстояние между рельсами всего лишь 300 миллиметров, это не так уж много, а вот колея-то. И представьте, когда в каждой рельсе идет нагрузка там под тысячу тонн горизонтально от струн, то надо не только эти рельсы завести в анкерную опору и передать это очень большого усилия. Порядка тысячи тонн на один рельс. Ну и надо электроизолировать друг от друга. То есть электроизоляция должна быть силовой, чтобы выдержать нагрузку в тысячу тонн. Электроизоляция тоже сложная достаточно инженерная, ну, проблема. Мы их тоже решаем. Взять подвижной состав. У нас другое опирание колеса на рельс, нижнедорожное. И у нас другая противосходная система, которая тоже требовала разработки и требовала дальнейшего совершенствования. И опять же, если у нас березовая машина подвесная, то там же колея, ну, где-то порядка 300 миллиметров, значит, левое и правое колесо также должны быть электроизолированы друг от друга. И от рамы, и от корпуса. Они же под током. Причем под высоким достаточным напряжением, порядка тысячи вольт. Это тоже требует определенного, ну, разработки и поиска определенных решений. Это тоже непростая задача. Раз и есть такие проблемы у ультрамобиля Тесла, или там у Тойоты, или там у Форда, у автомобиля. Они, по большому счету, стандартные узлы, стандартные решения, разработаны еще сто лет назад. И есть небольшие модификации чего-то там, колеса, там диско-колеса в основном, колеса стандартные у легкого автомобиля. Двигатели стандартные. Причем автомобилисты не разрабатывают двигатели, они их покупают. Кто-то для них их делает, а нам надо двигатель свой сделать. Элитрические. Причем это не просто двигатель, это мотор-колесо. Поскольку у нас другие массогабаритные решения, ну и размеры, и вес транспортным средством отличаются от автомобильного транспорта, значит, нам нужны свои мощности. У нас свои крутящие моменты на колесе, чем же дорожников, к примеру. У нас другие скорости. Так это совсем другие характеристики двигателя. Причем, значит, их нет готовых. Им надо самим разрабатывать, нам самим надо разрабатывать. Мы их разрабатываем. Естественно, сами изготавливаем. Поэтому есть и производство, что все это изготавливают. Свое. Оснащенное самой современной техникой, станками и японскими, в частности. Тоже нужна высокоточность изготовления многих узлов тех же машин. Поэтому в подвижном составе у нас тоже много сложных задач, которые надо решить. Решить с нуля. Причем не всегда все получается, но снова совершенствовать, снова изменять, снова улучшать. Нельзя что-то и сразу сделать идеально. Посмотрите, как авиация развивалась. К примеру. Были фанерные самолеты, из парусины там делали. А потом только цельнометаллические появились. И даже первые цельнометаллические самолеты взять и современные самолеты, они очень сильно отличаются друг от друга. То есть в любой отрасли идет совершенствование. С самого начала только совершенствование позволяет опережать других. Поэтому кто придумал мобильный телефон вот с такой вот трубкой, с таким вот проводом, с аккумулятором в ящике каком-то. Если бы он остановился на этой конструкции, что они бы разве были бы на рынке мобильной связи. Все сильно изменилось. Так и у нас все тоже меняется. Мы не просто что-то сделаем, то, что делали пять лет назад. А мы каждый день делаем что-то и новое. Новое решение, новое улучшение, постоянное изменение. И движемся все равно вперед. И опережаем таким образом конкурентов. На годы даже, не на десятилетия. То есть это постоянно сложная работа. Для этого должны быть специалисты, которых опять же приходилось брать с улицы. Нет специалистов в СКВ. Для СКВ. Есть же дорожники, есть автамбилисты, есть авиаторы, есть вертолетчики, есть ракетчики. Они не понимают, они не знают, что в СКВ. И поэтому, если мы возьмем просто специалисты и скажем, ну, делай что-нибудь. Ну, он сделает обычный мост. Мостовики, потому что они не понимают, как это делать. Автамбилисты сделают обычный автомобиль, какой-нибудь Маз или там, КАМАЗ. И поставить на рельсы. А рельсы будут же дорожные, которые под собственным весом будут ломаться. Как я уже это сказал. Поэтому специалистов тоже приходилось обучать и приходится обучать. И они сами обучаются. Иногда совершая ошибки. Это естественно. Слава Богу, что они не фатальные, эти ошибки. Они в любой области, в отрасли бывают. Вспомните, сколько самолетов впадало и разбивалось. Сколько ракет взрывалось на стартовых столах и при полете. Никогда не бывает гладко все. И у нас, естественно, возникали иногда проблемы, но мы их тоже решали. Так это только что касается, допустим, подверного состава и эстакады. Рельсострунной. Она вообще, если говорить языком, опять же, того рельсопромата, это преднапряженная, неразрезная, статически неопределимая конструкция. Почему статически неопределимая? Балка, лежащая концами на опоре, при изменении температуры меняет свою длину. Ну и она примерно напряженной состоянии остается таким же самым. Не важно, там плюс 30 или минус 30 градусов Цельсия. А у нас длина не меняется. Концы заневолены в банкерных опорах рельса, струнного рельса. Поэтому меняется напряженное состояние, которое зависит еще и от температуры. Поэтому надо знать еще температуру, при которой работает конструкция, и вводить ее в расчеты, чего в мостах, в принципе, в обычных этого нет. Поэтому есть тоже своя специфика, даже в расчетной части. Это влияет и на напряженное состояние опоры, и анкетных опор, в первую очередь. Но есть еще инфраструктура, и станция, вокзалы, терминалы, депо. Ну, у нас не депо, а у нас нет таких огромных сооружений, там, с колесными парами, и по тоне весом, и с паровозами, которые там весом по 200 тонн. Поэтому у нас это гараж. Я даже одно время хотел назвать это конюшней. По аналогии с этой формулой 1. Ну, они же сказали, конюшня, кстати, прижилось нормально. Где болит? Да в конюшне отдыхает. Так что и нам можно было бы так, ну, традиционно, ладно, гараж или мастерская по ремонту, она не большая должна быть, но надо тоже проектировать. Надо понимать, что там должно быть. Надо понимать, как часто ЮНИВС будет ломаться, и что будет ломаться, как его ремонтировать. Поэтому и технология эксплуатации должна быть разработана. Замены там деталей, ремонта. Это все должно продумывать. При этом изначально струнный транспорт, скорее всего, задумывался как с автоматической системой управления, без человека. То, что основная причина аварии на транспорте – это чуевский фактор. Взять автомобильный транспорт, там аварии в основном по вине человека происходят. Там большинство даже. Аварии там из-за того, что ямка в асфальте. Ну, это же опять же ческий фактор. Почему не залатали асфальт? Или там гололед на повороте, и машина занесла, она разбилась. Опять же чуевский фактор. Ну, можно было, наверное, соль посыпать, чтобы гололеда не было, и убрать. Даже вот не только от водителя. Но от дорожной ситуации тоже во многом зависит от чуевского фактора. И это существенно. Сейчас там всех коронавирус поставил на уши в мире. И умерло, да. Очень жаль, что эти люди гибнут, умирают. Ну, порядка там 100 тысяч человек. Порядка, но больше там немножко, да. Так за это время, на том же дорогах мира, погибло больше людей. За это же время. Почему-то никого не беспокоит. В год гибнет полтора миллиона человек на дороге. Порядка десяти миллионов становятся инвалидами и коллегами. Умажайте на сто лет. За сто лет погибнет сто пятьдесят миллионов человек минимум. То, что статистика улучшается. Двадцать лет назад было меньше миллиона гибло на дорогах. Там двадцать пять, а сейчас уже полтора. Я беру те смерти, которые случаются в больницах после аварии. Он вроде был живой. Привезли в больницу, он там через несколько дней умер. Он не попадает в статистику аварийной на дорогах. Ну, это же дорога, дорожная авария привела к смерти человека. А где умножаем количество инвалидностей на сто лет? Это порядка миллиарда человек на дорогах станет инвалидами. Ну, из-за аварий на дорогах. Получат травмы. Порядка миллиарда человек. Ведь мы можем спасти, если уберем этот чешский фактор, начать автоматическую систему управления и уберем на первый уровень перемещения транспорта, где, собственно, и происходят все аварии. Это же на уровне земли. Человек вышел на дорогу. Животно выскочило. Снег лежит на дороге. Дождь прошел, там лужа стоит. Это все приводит к аварии. Это первый уровень. Поэт на земле. Мы подняли, я поднял на второй уровень путевую структуру. Поэтому вот эти причины аварийности ушли. И есть противосходная система. У автомобиля нет противосходной системы. Противосходная система – это только трение шины об асфальт. Была покловка, но заговорился и призывал. В этом я понимаю, что транспорт, который я придумал, а это именно новая отрасль. Мы можем спасти за сто лет 150 миллионов от смерти. Мы можем спасти миллиард от инвалидности. Миллиард человек за сто лет. Транспорт же и завтра будет транспортом. Он не изменится. Он будет все равно на первом уровне. Все равно будет асфальт или бетон, неважно. И все равно будет трение колеса по асфальту. Или по дорожному полотну. Вот что держит колесо на дороге. Все это останется и через 10, 20, 50 лет, если транспорт будет автомобильным. Электромобиль здесь ничего не решает на самом деле. Потому что он все равно ездит по асфальту. Электромобиль. И причины аварийности или большинства затрат энергии на движение остаются теми же. А здесь надо еще много топлива сжигать. Вообще автомобиль сжигает ежегодно порядка 2 миллиардов тонн топлива. Думайте в эту цифру. Это миллион эшелонов с топливом. Миллион. Поездов с топливом. Где в каждом поезде по 40 цистерн. 50 тонн вместимостью. В каждой цистерне. Думайте столько. Миллион таких эшелонов ежегодно сжигается топливо. И куда-то все выбрасывается. Продукты горения. Выхлоп. В атмосферу. Откуда выжигается. Где-то на горение топлива надо. Ну примерно в 3 раза больше кислорода. А кислорода, ну 21 процент в атмосфере. Ну значит надо еще в 5 раз больше воздуха. То есть надо, образно говоря, сжечь 2 миллиарда тонн топлива и 30 миллиардов тонн воздуха сжечь. Миллиардов тонн. Где кислорода, вот, ну сожжено, ну порядка выжжено из атмосферы, 6-7 миллиардов тонн. И даже кислороды занимаются с атмосферой. А мы этим кислородом дышим. И не только мы, и животные этим же кислородом дышим. Это кислород нам поставляют атмосферу, в том числе зеленые растения. Можно посчитать сколько надо леса, чтобы восстановить этот кислород. Если гектар леса соснова, ну он один из самых продуктивных. Где-то 30 миллиардов, ой, 30 тонн кислорода в год выделяет гектар леса соснова в атмосферу. Ну, если 6 миллиардов тонн кислорода, которые выжигаются из атмосферы, мы поделим на 30 тонн в год гектара, то получится 200 миллионов гектар леса надо. Думайтесь в эту цифру. 200 миллионов гектар леса. Чтобы восстановить кислород, который выжигает автомобиль. Так электромобиль тоже будет выжигать кислород, только не с помощью бака с горячим, а на электростанции. Которая либо уголь сжигает, либо газ, либо мазут. И там атомная электростанция, кто же сказал, что она там безопасна, да? Эта электрическая энергия в атомных электростанциях. Я потерял малую родину свою, в деревне Крюки Брагинского района Гомельской области. Из-за электрической энергии. 7 километров от Чернобыля. От атомной электростанции. Когда она взорвалась, ну вот, течет в реакторе, был тепловозривый. Влетел реактор вместе с ураном, графитом. Все же это пропитано радиацией. И образовалось это газополевое облако. Оно, ветер дул в сторону моей деревни. Именно на нее упало это облако. Именно на мою деревню. И мы, вот, в последний раз, забыл, там года три, наверное, назад. Да. И когда туда заезжали, нам МЧСники там, ну, по пропускам что-то заезд туда. Предупреждали, а деревне Крюки, вы там долго не уезжайте побыстрее. Там очень большая энергия. И когда мы померили радиацию, вот, в деревне, ну, и, знаете, километр на километр, ну, не больше. И за деревней, ну, внутри зоны 30-километровой, уровень радиации в деревне Крюки. И, вернее, то, что осталось от нее. Там ничего не осталось от деревни. Десять раз выше. Это одно из самых грязных мест в мире сейчас. Я понимаю, что это может произойти со всей планеты. Потому что индустрия убьет планету. И коронавирус не просто так появился. И тоже гнет технологическое направление на природу. И поэтому это неважно, кто его там, это коронавирус. То ли его сделали с помощью генной инженерии, либо произошла мутация. Природных, ну, природная мутация. Бактерий, вирусов. Которые как раз происходят из-за того, что либо загрязнение там радиации, либо каким-то химическим веществами, либо еще гербицидом, пистицидом и так далее. Все равно происходят эти мутации. Поэтому это опять же, даже вот болезни, которые появляются новой-новой, это результаты индустриального развития, ну, индустриальное направление развития нашей цивилизации. Поэтому сжигание топлива, ну, не обязательно должно быть в автомобиле. И не обязательно там производить энергию в автомобиле, ну, в данном случае в электромобиле. Потому что это будет производиться где-то в электростанции, и это не значит, что она безопасна. Не надо думать, что гидроэлектростанции безопасны. Взять там в Сибирске, допустим, гидроэлектростанции, когда там перекрывают плотину и разливы там на тысячи квадратных километров. Погибают леса, погибают почвы на этой территории. А вот он, пригружается путь движения рыб, которые идут на нерест верховья, как они пойдут на нерест, там плотина стоит. И более того, вода, которая проходит через турбину, быстро вращающаяся, там все живое перемолачивается, все абсолютно. И дальше идет питательный бульон, все это убивается. И дальше питательный бульон идет для вредной микрофлоры, которая ниже плотины может развиваться. И потом даже гидроэлектростанция, на самом деле, серьезно, вообще природе наносит. Нет безопасной, дешевой энергии. Надо ее меньше употреблять. Вот понимаю это, я и придумал транспорт, который, ну, меньше всего употребляет энергию. Я это понял еще, будучи студентом. Это было, ну, пятьдесят лет назад, в Тюмень. Я там учился в индустриарном институте, потом от него отпочковался инженерно-строительный институт, и я туда перевелся на кафедру, там и на дороге, вот я учился. И тогда я задумался над транспортом как таковым, а не просто над автомобильной дорогой. А до этого я увлекался микростроением, ну, все свои детские годы, сколько я помню себе, я все время делал ракеты. Одна, двух, потом троступенчатый, порох изобретал для них, парашюты, чтобы мышки спускались там, с большого высоты убегали, оставаясь живыми. И научился, собственно, изобретать, да. И потом я стал оценивать безопасность ракеты, экологичность, эффективность, имея, ну, живя рядом с Байконуром, там где-то километров двести. И понял, что ракета – это самый плохой транспорт, который можно придумать. Придумали ее военные в основном, чтобы можно было доставить атомную бомбу на территорию противника. И я, уже будучи студентом, понимаю, что любой транспорт очень вреден. Я задал себе вопрос, а как вот придумать, ну, самый эффективный транспорт, самый лучший транспорт. Вот как его найти? И то плохо, и то плохо, и то плохо. Как? И я сам себе сказал, а я люблю творчество науки, физику, математику, химию. Я сам себе сказал, я не знаю ни одного вида транспорта, я знаю только физику. Потому что физика управляет нашим миром. Честно, та же гравитация. Это ж физика. Не было бы гравитации, разве собрались бы эти камни космические в планету Земля. Не было бы гравитации, разве бы собрался водород в Солнце, и оно бы… Здесь гравитация, там очень высокое давление в центре Солнца, температуры возникли высокие. И там водород загорелся и стал превращаться в гель, пошла термоядная реакция. Раз без гравитации это было бы, вот что управляет миром. Физика – это бог этого мира. Физика создала этот мир, в котором мы живем, и она управляет этим миром. Но не сама физика, а то, что мы подразумеваем под физикой. Природа не знает такого понятия, естественно, как физика. Это мы придумали, чтобы объяснить мир, в котором мы живем. И вот понимая все это, я сказал, я знаю только физику. И я стал рассуждать о части Тюмени. Хорошо, вот если я ставлю мысленный эксперимент, и, допустим, каким-то образом добираюсь из Тюмени в столицу нашей родины, СССР, в Москву, там где-то порядка двух тысяч километров. Нет, побольше, наверное, две с половиной тысячи, скорее всего. И если я вот доеду поездом, автомобилем, велосипедом, там, там доберусь на самолете, на ракете, на антигравитационном корабле, не важно, на ком-то транспорте доберусь. Что произойдет с точки зрения физики? Я сделал такие очень серьезные и простые выводы. Что полезная работа под аспектировки груза из Тюмени в Москву, ну и в любую другую точку планеты, полезная работа ровно нулю. Почему? Потому что я находился в Тюмени на высоте примерно 100 метров над уровнем море, в Москве на высоте 100 метров над уровнем море. Значит, моя потенциальная энергия не изменилась. Я в Тюмени находился с нулевой скоростью относительно поверхности земли, и в Москве с нулевой скоростью. Потому что я прибыл туда, естественно, и скорость поверхности земли. Тоже ровно нулю эта скорость. Значит, моя кинетическая энергия не изменилась. Но я-то знаю, что энергии-то много потрачено на перемещение, особенно самолетом. Вообще, чтобы на самолете доставить меня с Тюмени в Москву, мне надо сжечь, наверное, сколько же топлива, сколько я вешу примерно. А то очень много энергии. Куда она ушла эта энергия? Ну вот я сделал тоже очень важный вывод. Тогда еще студенты. Все 100% энергии при транспортировке по планете Земля, все 100% энергии уходят в борьбу с окружающей средой и на разрушение этой среды. Борьба и разрушение. Все 100%. Потому что полезная работа, она нулю. Тогда я задал себе вопрос, а чему равен коэффициент полезной действия транспортной системы наземной? КПД равно в данном случае. Если мы полезную работу ноль, разделим, затрачиваем на РГУЕ, то получим ноль. Значит, КПД любой транспортной системы наземной равен нулю. Я сделал очень важный вывод. И понял, что там нечего совершенствовать, как ноль можно усовершенствовать. То есть надо совершенствовать не это. Надо совершенствовать, чтобы было поменьше борьбы с окружающей средой у транспорта. И чтобы транспорт как можно меньше разрушал окружающую среду. Вот, где надо искать решение. Я стал анализировать дальше. Куда все-таки энергия уходит, больше всего. Меня интересовали высокие скорости. Там 300 км, 400, 500. Это был конец 60-х годов. Начало 70-х прошлого века. Когда весь мир увлекался поездами на магнитной подушке, в частности. Было это модно. И все связывали будущее с этим направлением транспорта. Магнитная подушка. И без потерь, без сопротивления мы едем с большой скоростью и тратим на это мало энергии. Я стал анализировать, а так ли это. И оказалось, что при высоких скоростях движения основные затраты энергии, 90%, даже 95%, это аэродинамика. Вот, куда идет вся энергия. Потому что, если взять формулу, это опять же физика. Аэродинамическое сопротивление, она достаточно простая, то есть я стал изучать аэродинамику. Аэродинамическое сопротивление аэродинамическое равно 1,2, РО, плотность воздуха, умножен на В в кубе, В скорость в кубе, на ЦХ, коэффициент аэродинамического сопротивления, и на мидель, площадь по пересечению транспортного средства, в самом большом сечении. То В в кубе. Что это такое? Ну, представим, что мы двигаемся на автомобиле со скоростью 100 км в час. Ну, это обычная для автомобиля скорость традиционная. И, допустим, тратим на аэродинамику 20 кВт мощности. Ну, не так уж много. Это где-то 5 литров топлива в час. Ну, это немного. Вроде бы, да? А теперь давайте мысильно разгоним этот автомобиль до скорости 500 км в час. Этот самый автомобиль. И что получается? Скорость возросла в 5 раз. Значит, 5 умножить на 5 умножить на 5. 125. Все остальное не изменилось же, только скорость изменилась. Значит, была мощность сопротивления аэродинамического при 100 км в час 20 кВт. Надо умножить на 125. 2500 кВт. Вот представьте, автомобиль, типа, я не знаю, там, Мерседес или, там, Тойоты. До 500 км разгоняем. Нужна мощность, как у двигателя, как у 5 танковых. Ну, как у 5 танков. 5 танков – это один автомобиль, чтобы двигаться с такой скоростью. Такая мощность нужна. Это значит, что он будет седать в час больше 600 литров топлива за час. Это надо рядом с автомобилем еще тянуть тележку. Цистерну небольшую. Это он за час. Вот за 10 часов он 6 тонн топлива сожжет. Обычный автомобиль. Я понял, да, вот что главное – аэродинамик. Естественно, я не изучал аэродинамику. Вот, ну, на каждой автомобильной дороге такого предмета не было. Так, потому что обычно ее изучают в авиации. Так. Ну, еще аэродинамик автомобиля. Автомобилисты тоже ее изучают. Поэтому я стал изучать аэродинамику самостоятельно. Стал изучать самостоятельно, потому что понял, что, если я снижу, допустим, коэффициент аэродинамик в 10 раз, то в 10 раз умеется расход топлива. И тогда автомобили будут, ну, образно говоря, там, парк автомобилей будет тратить на движение не 2 миллиарда тонн топлива в год, а всего лишь 200 миллионов тонн топлива в год. Ну, в мировой парк. И тогда, наверное, проблем с экологией не будет. Потому что это, в принципе, небольшой объем выбросов. В мировой парк. Артур, убери удочку эту, а? Удочку. Так ты бери под садок вместе. Вбери, 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 чтобы это... Палачи просто на землю. А, елки. О, соки. И на кукурузу взял соки. Я же тебе специально поставил кукурузу, чтобы осет не брал. Все равно не брал, я знаю, но бывают неплановые проблемы. Потому что много... Кто планировал коронавирус? Ну, может, кто-то и спланировал, конечно. Мы этого не знаем. Ну, когда-нибудь узнаем. Ну, у большинства людей, по крайней мере, таких планов не было, да? Ограничения, самоизоляция, карантин. Маски. Хотя, это все прогнозировано. Это все технологический путь развития цивилизации. И это, собственно, коронавирус, это начало серьезных проблем у цивилизации. То, о чем я говорил уже много-много лет. У нас усталость 2-3 поколения до точки невозврата. Когда уже ничего цивилизация изменить не сможет. Она погибнет. У наших детей и внуков нет будущего. Если мы будем развиваться так, как развиваемся сейчас. Ну, это можно потом отдельно об этом поговорить. Сейчас я просто продолжу про аэродинамику. Тут поклевка помешала. Она не помешала, а просто мешалась, так скажем. Так, так вот. Я понял, что главная аэродинамика не становится совершенствовать. И, ну, опять же, вот, знаю и понимаю, любя физику, то можно тебя поставить на место, там, не знаю, допустим, молекулы воздуха. Вот движется там транспортное средство, а воздух обтекает. Ну, если представить, там, вот, две молекулы воздуха. Вот они встретились с носовой частью, стали обтекать его. И сзади столкнулись. Ну, как два глядных шара. Возникла турбулентность. Появляется разное давление между носом и хвостом. И сопротивление. Вот что создаёт, собственно, потеря энергии. Вот это вот, как раз, сопротивление. Значит, не должны частицы сталкиваться при сходе с транспортным средством. И должны заходить тоже правильно на корпус. А не стукаться в нос, да? Я понял, что надо сделать эсообразную поверхность и спереди, и сзади. Эсообразную поверхность. Чтоб частички параллельно сходили. Воздуха. И заходили на нос параллельно. А потом расходились. Ну, и стал прорисовывать уже корпус будущих юнибусов. Давно это. Вот таким образом. И потом стал продувать в аэродинамической трубе. Продували мы в Санкт-Петербурге. В основном институте имени Крылова. Там делают подводные лодки. И там хорошая труба аэродинамическая. Там хороший специалист. Но даже они удивились, когда в конце концов мы... Я привез на продувку модель высокоскоростного юнибуса. Там есть и колеса, колесные ниши, там двери, иллюминаторы, окна, да, стекла. А они просто там идеальная форма. Где внутри находятся люди. Поэтому юнибус это не тело вращения. Лучше всего тело вращения. У него поверхность тогда меньше. А все-таки там пол должен быть плоский. Там форма все-таки должна быть не круглая, а несколько другая у транспортного средства. Чтобы модель уменьшить. И когда продували вот такую машину и получили ЦХ-005. А в Бугате я могу сказать, что без антикрыла 0,34 по-моему. Это Бугате Верон самая такая скоростная машина серийная. А с антикрылом, потому что без него она не может с большой скоростью двигаться. Иначе он прокинется просто. 0,42. То есть лучше чем в спортивном автомобиле. Чем в спортивном автомобиле. Хорошего. В 8 раз. Так вот приходилось продавать и в других местах. Ну тоже в Санкт-Петербурге и в одном из институтов. Не буду называть никакой. Если будет труба нормальная, как мне тут рекомендовали. В Белорусской Академии наук. Вот езжайте к ним и там у них хорошая труба у них продавайте. И когда я вот с этим, с этой моделью Венибуса сначала к ним приехал, и они стали продавать и говорят, ну вообще у вас так. Ординамка так себе. Я говорю, а сколько? ЦХ 0,25. Я говорю, что? Каких 0,25? Там должно быть 0,05. Мы же... У нас есть программы, которые мы пользуемся и развили эти программы уже примитивно к струнному транспорту. И мы же продували в компьютере это все. ЦИК должен быть в это время 0,05. Да нет, 0,25. Я говорю, покажите методику испытания. Как вы силы меряете, как там, что там влияет друг на друга. Когда увидел, как они это продувают, ну, мне стало дико. Как это, доктора наук, в Истуте научно-исследовательском, есть труба и не понимают, что так дуть нельзя. Оказалось, что у нас моделька-то небольшая. Она вот такой длины где-то, вот такой поперечник. Один, по-моему, двадцати. Не, один... Один десяти. Обычно дует один пяти. Один десяти. То есть, она небольшая модель. И они взяли и поставили на весы, резиновические, на подставку вот такого диаметра примерно, даже толще. Эта модель, причем она достаточно высокая, эта подставка. Больше, чем высота модели. Ну, чтобы эффект экрана не было. Я говорю, вы что, вы что, не понимаете? У этой машины 0,05, а в подставке 0,1. Вернее, единица. Единица. Двадцать раз хуже, чем в модели. Считайте, увеличьте ее в двадцать раз. И вы получите вот такое вот препятствие. Ну, если стоит 0,05, как у машины, то все равно по площади будет больше, чем сама модель, юнибус. Как вы так можете продувать? У вас ошибка больше, чем... Ошибка. Больше, чем значение, которое мы ищем. Ну, и потом нашел еще ряд других там замечаний, да? Неточности, что, говорю, ребята, так не пойдет. Мы пристанавливаем продувки. Делайте, что хотите, либо деньги возвращайте за продувку, либо меняйте там методики продувки. Они говорят, хоп, все-все, мы поняли. И где-то в месяц три, даже больше, переборудовали трубу. Уже с учетом того, что, ну, тех замечаний, что это. И потом мы снова приехали и продули. И получили значение в районе 0,05. Ну, там, 0,52. Два, там, ну, в связи с того, там, есть вот, если воздухозапорники открыты у машины или нет, там, даже какая колесная ниша, у нас, в общем-то, колеса закрыты, но все равно есть щели между колесом и корпусом. То есть даже вот такие мелочи очень сильно влияют на динамику, но все равно в районе, в том, как и расчетная характеристика. То есть результат был в 5 раз меньше, чем продули бы вот в начале. Поэтому нельзя никогда верить так называемым специалистам, когда мне говорят, что... Я говорю, откуда у вас такие данные? Специалисты сказали. Или я причел там в книжке или в учебнике. А я говорю, ты уверен, что там правильно написано? Нет. Что вы взяли, что там правильно написано? И поэтому всегда надо перепроверять и специалистов. И хорошо, что я это сделал. Аначе я просто бы сделал выводы, что наши юнибусы, они имеют плохую аэродинамику. И после этого мы продули уже в институте имени Крылова, получили тот же результат. То есть они подтвердили, что да, наши машины, наши электромобили имеют уникальные характеристики аэродинамические. А еще раз повторяю, именно сюда уходит львиная доля энергозапраты и топлива при движении с большой скоростью. Потом еще я понял, что экран-то это плохо. Хотя, опять же, в те годы было модно экраноплан, экранолеты, вот это направление было модным. И многие считали, что будущее авиации за этим. Вот именно за планами, экранолетами. До сих пор многие считают, что это как раз хорошо. Ясно анализировать влияние экрана на движение с большой скоростью. Оказалось, что, если взять какой-то предмет, неважно какой, и двигать, ну, не высоко над полотном, то обтекание снизу-сверху идет несимметрично. И воздух, попадая сюда, уплотняется, там возникает трение и турбулентность. И вот здесь завихрение сзади, и это резко ухудшает аэродинамику. И более того, возникают опрокидывающие моменты, которые пытаются опрокинуть транспортное средство. И поэтому ставят антикрыло, чтобы не отрывался задняя часть машины, хвост машины. И если взять и поднять этот предмет на его размер над поверхностью, над экраном, то эффект экрана пропадает. И оказалось, что вот только вот это улучшает динамику в 2,5 раза. Уменьшается обтеление в движение аэродинамическое. А это существенно, только 2,5 раза. Если в «Бугатте» там на аэродинамику ходит, не знаю, 2,5 тысячи киловатт, а теперь представьте, что мы убрали экран, вот на примере даже одной машины, да, и сократили уменьшение сопределения аэродинамического 2,5 раза, это значит тысячи киловатт. То есть экономия полторы тысячи киловатт. Вот давайте посчитаем, что такое вот экономия полторы тысячи киловатт для одной машины, к примеру. Полторы тысячи киловатт, это где-то в час, такой двигатель будет потреблять, ну, примерно 300 килограмм топлива. Тоже больше, ну, и округляю, в меньшинстве, ладно, пусть 300 килограмм топлива в час. В первую очередь делаем общественный транспорт, который должен работать минимум 20 часов в сутки, чтобы эффективно он работал. Если мы возьмем 300, умножим на 20, то 6 тонн в сутки. Топлива мы сэкономим. Если мы 6 тонн умножим на 3065 дней, то получим около двух тысяч тонн в год. А если мы умножим на 20 лет, то это десятки тысяч тонн топлива в год. Это за срок службы. Десятки тысяч тонн топлива. Это несколько эшелонов с топливом. Мы сэкономим. Который отравит все вокруг. Ведь топлив не просто оно используется. Оно же потом выхлоп это все в окружающей среду. Вседает кислород из атмосферы. Отравляет все вокруг. Не только воздух, но и почвы, и все остальное. Прягающие территории все. Так это всего лишь одна машина. Вот что значит там лучший какой-то параметр. В два спина раза. А если ему в 10 раз меньше. И поэтому я эффект, то есть экран убрал. Убрал этот эффект. Для чего? Ну не потому, что я просто поднял на высоту транспортное средство. Все равно, если взять обычный мост и стакаду, там все равно есть полотно. Я убрал само полотно, а вставил только два рельса. Получается, нет эффекта экрана. Рельс, конечно, будет влиять, но не так сильно. То есть все равно будет экранировать, но это ж вот узкая полоска, там на расстоянии больше метров друг от друга. Поэтому в Скайвее нет полотна сплошного. А есть два рельса? Струны. И вот это, ну с чего я начал, что сколько надо проблем нам решить, чтобы сделать хороший транспорт. Это не просто сляпать какую-то машинку, как, допустим, автомобилисты делают в гараже. Взяли из готовых там деталюшек, запчастей, собрали машину, говорит, мы сделали новую машину. Где же она новая? У нас действительно поломашина, принципиально новая машина. У нас действительно принципиально новая эстакада, принципиально новая. У нас принципиально новая инфраструктура. Потому это требует большого количества знаний, людей, чтобы это все делать и делать правильно. И делать сжатые сроки. И ведь кроме этого еще есть тоже составляющие, которые опять новые и которые нам надо начинать опять же с нуля. Это автоматизированная система проблем. У нас другая система проблем. Это же не автомобиль, который едет по свадьбе, не самолет, который летит по воздуху. Есть другие подходы даже. Это тоже непростая задача. Нужна система управления на борту. Которая управляет всеми механизмами и оборудованием. Бортовая система. И должна быть система, которая управляет движением на трассе. А потом может быть и сеть дорог. Это уже диспетчерский и так далее, где тоже автоматический диспетчер. Человек просто контролирует, но не управляет. Так. Потому что в будущем, когда будет создана сеть Транснет, это будут миллионы километров дорог, где будут ездить миллионы. Юнибусов, там, Юникаров, Витраков, ну, рельсовых ветров. Пускай будет. Миллионы. Где будут ехать на время миллионы людей. Которые будут садиться на станциях, выходить на станциях, вокзалах. Где будут переключаться островочные переводы. Где в разных местах разная погода. И ветер дует. Где-то снег идет. Где-то дождь идет. И так далее. То есть, помех будет много. Они разные бывают. Эти помехи. Где-то может быть землетрясение или оползание. Или что-то еще там может случиться. И ведь надо все это мониторить. И с учетом этого управлять. Причем управлять безопасно. Чтобы не убить, вот как я и говорю, на сегодняшнем транспорте. По правилам миллионов человек в год убивают транспорты. Порядка десяти миллионов делают инвалидами и коллегами. Без этого, чтобы все это было. Так представляете, какая сложная задача. Когда у машины должно быть техническое зрение, чтобы видеть. А вот тогда кирпич бросил на весь. Он видит там метров за 200, 300, 500. Чтобы свет затормозил. Это не простая задача, как некоторые думают. К примеру, Сименса. Они начали разрабатывать поезд на магито-подушке. Транспорты. Но еще, собственно, до Первой мировой войны. Потом война это все установила, конечно. Работы. Но после войны снова продолжили. Ну, короче, они занимались этим. Ну, несколько десятков лет. 40, 50, может даже больше. В большей сложности. То есть не один, два, три года. Нет. Если говорить всю вот научную часть, инженерную часть. А не просто полигон, как вот здесь. Чтобы этот полигон построить, знаете, сколько мне пришлось поработать? Десятилетий, чтобы выйти вот на это. Ну, так же и Сименс. Всего раз с ресурсами, возможностями. У нас таких нет ресурсов, таких возможностей, как у них. И они уже сертифицировали трансферапид. Они уже построили первую дорогу в Китай, Шанхай аэропорт. Где уже ездили поезд на магнитной подушке. И где-то 10 небольшим лет назад, я год не помню, ну, то ли 2007-й. Ну, вот 12-13 лет назад. Ну, они там не просто отрабатывали систему, но и показывали ее туристам. Ну, и катали людей. Чтобы показать, какую замечательную систему они сделали. И инженеры, немецкие инженеры, они толковые инженеры. И Сименса там, я уверен, что очень толковые инженеры, да. Но, тем не менее, они допустили ряд серьезных ошибок. А одна из них была связана с тем, что могли бы понять, что магнитная подушка не решает ничего. И вообще отказался от этого направления. Это они могли бы понять еще лет 50 назад. Ну, не поняли. Думали, что магнитная подушка никого особо не толкнула и поехала. Они понимают, что большие потери идут на аэродинамику, а не на магнитную подушку. Ее надо совершенствовать. И они сделали подвес электромагнитный, где используются обычные проводники, обычные катушки, не сверхпроводимость. И, как известно, электромагнит, он только притягивает и не может отталкивать. Поэтому, чтобы поднять вагон, чтобы вагон не касался полотна, балки этой, да. А там мощные балки, на которых вагон охватывают так называемой юбкой, то они поместили магниты в юбке и магниты в балки, чтобы поднять поезд, чтобы не касался. Потом магниты надо слева-справа, чтобы не черкануло. И сверху, чтобы это самое. А сверху, чтобы на малой скоростях, где линейный электродвигатель и подушка плохо работают, они поставили шасси. То есть, едет на колесах пневматических, которые потом убираются, как из шасси в самолете. Вот, что значит, магнитная подушка. И известно из физики, что это двигатели, а это линейный двигатель, тоже двигатель, только где ротарестатор разрезан и в линию, в плоскости выложены. Тоже, если обычный двигатель разрезать и развернуть, это будет линейный электродвигатель. В двигателе, в изродвигателе, очень важно минимизировать зазор между ротарестатором, потому что там теряется, ну, длинная доля энергии. И поэтому в двигателе там стараются сделать десятой долей миллиметра зазор. Чем меньше зазор, тем выше КПД двигатель. Ну, там же, где движется поезд относительно эстакады, и там нельзя маленький зазор, какие десятые, там все сразу черканет и все это, а так будет страшная авария. Поэтому минимальный зазор, который мы могли сделать, это 10 миллиметров, вот, 10 миллиметров. Но все равно зазор есть, вокруг всей балки это, да. И магниты уже держат вагон, чтобы он не коснулся. И при высоких скоростях движения, если в этот зазор попадает камушек, больше 10 миллиметров, или веточка с дерева, или листья упадут с деревьев, или лед образовался, или выпал снег, то будет авария. Серьезная авария. Поэтому инженеры, опять же, Семенса придумали машину, которая чистит полотно от всякого там, ну, загрязнения. Камушка, камушка уже, листья там, веточек, снега или льда. И у них была построена тестовая трасса, она однопутная, длина около 30 километров. Но она однопутная. И вот представьте, с одной стороны поезд, где, по-моему, три вагона было. Посадили двадцать три туриста, сели туда. Поезд поехал, с другой стороны стали чистить полотно. От загрязнения. Однопутная трасса. Один хозяин в этой трассе. Общая система управления. Как она допустила? Тем не менее, это произошло. И они встретились. Где-то в середине трассы, на скорости 170 км в час. Естественно, от поезда ничего не осталось, и все пассажиры погибли. Все туристы. А где же техническое зрение? А где же эта система управления? Чего они этого не заметят? Понимаете? Поэтому не надо думать, что это простая задача. Иметь техническое зрение, иметь адекватную систему управления, которая будет замечать вот такие вещи. Поэтому мы ее тоже проектируем, эту систему управления, и она очень непростая. Потому что даже вот гиганты, ну, не могут создать безопасную систему управления. А наша компания маленькая, что там, тысячи инженеров, это не о чем. Это сейчас. А года назад было меньше, а два года назад еще меньше было. Поэтому это надо тоже разрабатывать. Причем с нуля фактически. Потому что надо другие стандарты, другие подходы, чем в авиации, чем в дорожном транспорте. Чем в автомобильном транспорте. Потому что у нас система другая. Другие должны быть подходы. Причем они должны быть подходы и удовлетворяющие требования 21 века. Потому что систему мы делаем на 100 лет, на 200 лет. Ни один вид транспорта не может существовать там 10 лет или 20. Существуют столетиями. Когда автомобиль первый был сделан? За 100 лет до Форда. Но он был паровой автомобиль. Когда был паровой сделан? Еще до Стефенсона. 200 лет назад где-то. И самолеты летали еще до братьев рай. Те же воздушные змеи. Поэтому любой вид транспорта существует сотни лет. И вот надо сделать сегодня то, чтобы устраивало пользователей через 100 лет, через 200 лет. Вот туда надо ориентироваться. А не на сегодняшний день. И поэтому с учетом этого мы создаем эти системы. У нас свое энергообеспечение. У нас другая контактная сеть через рельсы. Опять же, через рельсы обычно не пользуются. Тем более на первом уровне. Как там? Если есть дорога на первом уровне, то рельсы мы под током. Там всех полбивают просто. Поэтому есть, по-моему, даже в Дубае, там трамвайная линия, где от рельсов. Но там обесточены рельсы только на участке, где этот трамвай, там под током. Но это все огорожено, потому что там нельзя ходить людям. А мы можем, потому что у нас наверху и безопасность обеспечена подъемом над землей. Поэтому у нас другая энергетика, другое энергообеспечение. И, естественно, надо все это тоже разрабатывать с нуля. Это не так просто взять и через контакт колеса и рельсы передать им большие мощности. Это тоже серьезная проблема. Там же электроэрозия может идти. Там могут быть большие токи, которые просто будут сжечь металл и так далее. Поэтому дорога просто недолго не простоит и колесо. Это надо тоже изучать, исследовать и искать оптимальные решения. У нас и другая связь должна быть. Не по Wi-Fi уже, а ЮНИБУ должен управляться. Wi-Fi это для помещения, а не для... Едет по тайге и что, и с помощью Wi-Fi вышки в сотнях километрах управляется что ли? Нет, конечно. Нет, конечно. Поэтому это системы, это... Линейные системы связи должны быть. Причем надежные. Где и космическая связь есть, типа GPS, где есть связь по путевой структуре и, может быть, выделенные линии связи, в том числе с помощью автоволокна. И у нас должно быть куча датчиков, потому что уже автоматическая система управления, поэтому транспортное средство и вообще и диспетчерская, диспетчер, ну автоматический диспетчер должен понимать и знать состояние путевой структуры, в Патистане опор, там где едет, допустим, высокоскоростной Юнибус, а может в это время там землетрясение и опора уже упала. А не может в это время там на этот опору лезет террорист, чтобы заложить взрывчатку. Система должна мониторить управление и должна быть соответствующая связь, причем быстро, мгновенно, а не через космос, 40 тысяч километров туда и 40 тысяч километров обратно. Так, а потом еще преобразование сигнала, то что же и время требует и затрат энергии. Поэтому и связи у нас есть свои наработки и разработки. То есть вот я вкратце обрисовал, какие сложные задачи мы решаем. И этим небольшим коллективом, тысячи инженеров, это очень мало для таких условных задач. Тем более, что мы планируем выйти на адресные проекты, где, допустим, даже там трассы 100 километров длиной, там будут тысячи опор. Их надо расставить с учетом там грунтов и так далее. С учетом рельефа местности, надо спроектировать станции, вокзалы, терминалы и много-много чего другого. И поэтому даже на проектирование одной трассы, там порядка 100 километров, надо задействовать не меньше 100 проектировщиков. Не менее, а то и больше. А ведь надо для этого проекта еще сделать подвижной состав, уже применительно к этому проекту. Его надо спроектировать, а потом его надо изготовить, причем выйти на мелкую серию. И автоматически систему спроектировать и изготовить и так далее. И поэтому даже на один проект, чтобы его сделать, надо задействовать тысячи сотрудников. На один проект тысячи. АСИ будет 10 проектов, АСИ 100. Поэтому даже коллектив, который вот я набираю, формирую и обучаю, он тоже берется с перспективой. Потому что нельзя сегодня взять сотрудника, а завтра он будет проектировать дорогу. Он так можно проектировать, что потом нас всех посадят в тюрьму. Потому что будут аварии, будут гибнуть люди и просто АСКВ будут похоронены вместе со мной. И вот эти вот все задачи и проблемы пришлось решать с нуля за очень короткий срок. Несколько лет всего лишь. Ну, как видим, все-таки удается это нормально делать. Хотя это непросто. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok